Добрый день, друзья! Пришел май, настало время делать лекарственные заготовки. Основу разных сборов составляют, и лекарственных, и чайных составляет земляника, лист березы и репешок. Вот земляника лесная, она сейчас в самом соку, в самом цветении, ее можно собирать. Вот эта корзинка, например, на нашу семью, это только начало сбора, да, то есть ее надо как минимум еще две таких корзинки для того, чтобы обеспечить наши потребности. Вот, ну, вот сейчас время собирать. Время собирать землянику лесную, она вся в цвету. Время собирать и чернику, ее также прекрасно добавлять в чай, она великолепна для зрения, она содержит уже лекарственный состав, поэтому черника уже подходит не для всех, а земляника может идти основой любого сбора. Кроме того, вот сегодня я собирала яснотку. Яснотку, вот это яснотка, как она называется, зеленчуковая яснотка, да, или зеленчук ее по-другому называют. Она великолепна при заболеваниях мочеполовой системы, из нее лучше сделать настойку. Она великолепна при циститах, при пелонефритах, при аденоме, предстательной железы и так далее. Там перечень большой. Кроме того, сегодня я собирала еще горлянку, да, горлянку. Горлянка, она великолепна при ангинах. Вот такое удивительное растение. И сегодня я встретила в лесу чину весеннюю. Это великолепное тоже лекарственное растение, которое цветет в мае месяце. Его можно добавлять в сборы как отхаркивающие, ранозаживляющие и так далее. У нее целый перечень хороших свойств. Травы я дома не все использую, но я их заготавливаю. Почему? Потому что, когда работаешь индивидуально с человеком, да, например, или со своим ребенком, или с мужем, то бессознательное человеко зачастую, его душа, не будем называть ее бессознательной, душа говорит, что надо то, 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 то. Не всегда трава есть под рукой. Заготовить немножко, насушить, например, самое простое. Есть вещи, которые можно поставить сразу в настойках, да, то есть, например, как отхаркивающие лучше в настойке давать. Разные варианты. Смотрю, какие травы лучше, подбираю, и в дальнейшем смотрю, как использовать. Все, что я не использовала за год, весной я меняю на свеженькое. И не такая большая проблема у природы взять маленький такой пакет на семью и потом пригодится, не пригодится, но он есть. И можно будет в дальнейшем пользоваться качественным сырьем, не бегать по рынкам и не знать, что тебе втюхали. Это просто. И более того, когда ездишь на мотоцикле по лесу, сейчас обращаешь внимание, насколько он великолепен, насколько он пестрит исключительно красивыми травами, на которые раньше, пока ты не занимался травничеством, ты просто не обращал внимания. Ты просто вдруг увидел всю красоту, всю божественность вот этого мира, который дарит тебе свои вот сейчас майские плоды. И скоро пойдет дальше, скоро мы сапельник будем собирать на чай. То есть невероятная красота, это вся красота есть в наших лесах. Бери, занимайся и лови кайф от того, что ты собираешь.